Сегодня мы с вами собрались, чтобы задать какие-то вопросы, осветить мероприятие, которое будет проводиться впервые в нашем юберестном районе. Это первое мероприятие, значит, российский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти, а, посвященный имени нашего двукратного олимпийского чемпиона, нашего воспитанника, почему нашего, потому что он именно в юберестском районе работал, работал в Московской академии физической культуры, возглавлял кафедру тяжелой атлетики Воробьева Аркадия Никитича. Значит, мероприятие планируется провести 4 по 7 число. Мероприятие это будет интересно тем, что в начале мероприятия будет заложена аллея, спорт, аллея слава спортсменов по тяжелой атлетике. Аллея будет закладываться у нас в ходах Триумф, то есть на территории Триумфа. Сегодня у нас присутствует доктор, педагогический наук, профессор, проектор Московской государственной академии физической культуры. Анатолий Николаевич Томбурский. И вице-президент Федерации тяжелой атлетики города Москвы Сергей Юрьевич Смолов. И давайте, наверное, представим слово ему. Немножко он расскажет про мероприятие, в каком ранге оно будет проходить, какие будут спортсмены, какие будут почетные бойцы у нас. И какие-то вопросы мы это должны обязательно осветить, задать и, пожалуйста, будем рады услышать. Можно я, если не уставаю, сильно? Еще у нас подойдет с минуты на минуту. Берест Берестов, Дмитрий Владимирович, вице-президент Федерации тяжелой атлетики России, олимпийский чемпион Афины 2004 года, заслуженный мастер спорта. У нас такое мероприятие действительно получилось достаточно масштабно и интересным, потому что изначально было задумано провести крупный, достаточно фургив Российской Федерации, посвященный имени Аркадьевича Воробьева. Аркадьевич Воробьев, в двух словах расскажу. Это ветеран Отечественной войны, имеет боевые награждения, боевые действия, награжден орденом, медалью за два, орденом Отечественной войны. Попал на фронт состав штрафной роты, потому что иначе его еще в силу возраста не брали. После войны работал в Лоденском порту, каждый день рискуя жизнь, доставали мины. Там же начал заниматься тяжелой атлетикой и очень быстро достиг успехов. И на гребне величайших достижений он держался почти 12 лет. Он участник трех Олимпийских игр в самые сложные годы послевоенные. В 52-м году в Фельсинки завоевал бронзу, в 56-м году в Мельбурге он стал Олимпийским чемпионом, и в 60-м году в Риме двукратным Олимпийским чемпионом. После этого он, окончив Свердловский институт медицинский, защитил кандидатскую диссертацию по физиологии спорта, продолжил активную тренерскую деятельность, он, будучи тренером, готовил команды сборной Советского Союза к Олимпиадам 64-го года и к Олимпиадам 68-го года. Потом возглавлял управление науки спорткомитета СССР. В 63-м году, ровно 50 лет, скоро будем отмечать, была создана кафедра тяжелой атлетики в Центральном институте физкультуры в Царевке, в Москве. Он ее создал, он ее первый возглавил. В 80-х годах было ему поручено создать Московский областной государственный институт скульптурой, тогда он так назывался, могилка, Гатникич. Был его ректором в 15 лет. Сейчас он на ПНС живет в поселке Малаховка, почетный житель города Людовцы. И вот учитывая его такие вот заслуги в жизни, в спорте, что он ветеран, заслуженный, равных ему в принципе в истории тяжелой атлетики просто нет. Есть двукратный олимпийский чемпион, но в науке он крупнейший физиолог спортивный. Таких вот удающихся успехов в науке никто не достигал. Вот в его честь было решено организовать турнир, достаточно крупный. Потом вот эта идея превратилась, что неплохо было бы еще одновременно провести научно-практическую конференцию. Дело в том, что у нас, сами знаете, в 90-е годы была достаточно тяжелая ситуация в стране. Много чего было разварено, в том числе и наука фактически перестала спортивное существование. До сих пор этот застой, он начинает чувствовать, что с каждым годом все острее и острее. И вот эти неудачи в последние годы российских спортсменов, в частности, в ютубе, в атлетике, на крупнейших форумах, на алимпийских играх, это свидетельство того, что наука еще не подпитывает практику. В должной вере, в такой она при Аркадии Никитиче была. Поэтому вот такая родилась концепция научно-спортивный фестиваль Аркадия Никитича Воробьева, когда здесь совмещено три в одном и приурочено к его дню рождения. Ему 3 октября исполняется 88 лет. Значит, со 2 по 3 число, со 2 по 3 октября у нас будет всероссийская с международным участием научно-практическая конференция в Малаховке, в Мгавке, 3 октября. Здесь, в Люберцах, состоится торжественное мероприятие. Значит, это вот закладка аллеи олимпийских чемпионов. Будут приглашены, вернее, уже начали эту работу. Все мы не живущие олимпийские чемпионы по тяжелой атлетике, начиная с 1956 года. Аркадий Никитич Воробьев самый старейший из ныне живущих олимпийских чемпионов. Самый молодой олимпийский чемпион сейчас, вот, с минуты на минуту здесь будет. В честь них будет закоплено 40 голубых елочек, каждый персональный посадит. Это из тех, кто приедет. Кто уже, к сожалению, не дожил до наших дней, значит, ту его представителя посадит. Ну, такая аллея, это как бы знаковое такое событие, как Воздаяние по заслугам нашим ветеранам, заслуживание, Она останется на годы, на десятилетия, будет здесь расти и будет эта идея еще дальше развиваться. Потом состоится в обженстве честования Аркадьи Никитича, с 188 лет. И дальше идет, это у нас будет 3 числа мероприятия, с 4 по 7, здесь, в дворце спорта Крим, состоится всероссийский турнир по тяжелоатлетике, Первый обок Аркадьи Никитича Воробьева. 4 дня будет проходить, 4, 5, 6, 7. 4 открытие соревнований, 7 закрытие соревнований, награждение победителей и призеров будет проходить 7 числа, в последний день. Здесь опять соберутся все гости наши известные, знаменитые, это будет воскресенье. Всех вас приглашаем. Ну, в принципе, у меня в двух словах все. А, еще прошу прощения, вот Анатолий Николаевич, может быть, тогда добавит, по конференции тоже пришлось проводить достаточно такую сложную работу, ну, потому что в тяжелоатлетике подобного рода мероприятий научных не проводилось более 10 лет. Но удалось сделать так, что интерес нашей конференции достаточно большой в мире. Сюда приедут и зарубежные ученые, в частности, вот, товарищ руководитель сборной команды Казахстана. Они сейчас прекраснейшим образом выступили на Олимпийских играх, 4 золотых педали. Руководитель конкурсно-научной группы выступил с закладом о методике подготовки сборной команды Казахстана к этим Олимпийским играм. Вот такой именно приедет. Я, во-первых, позволю себе здесь дополнить, чтобы рассказать, что Аркадий Никитич в 1974-1973 году был уже официально в Московском государственном институте физической культуры был основан, был трансформирован из техники, ну, грубо говоря, техники, ну, филиала Смоленского института физической культуры. И Аркадий Никитичу пришлось здесь показать себя и с позиции ученого, и с позиции хозяйственника, потому как надо было ставить все-таки научную школу, надо было привлечь сюда серьезных специалистов. Я могу сказать, что ему, как организатору, как научному руководителю это в значительной степени удалось. Здесь из спортивного мира оказались в Академии, ну, сейчас в Академии Московской государственной Академии человеческой культуры, такие международные уровни ученые, как Краевская, Ниндонимова, это вам благодаря, еще раз повторяю, чисто заслуги Аркадьи Никитича. Здесь оказались Фамилий Васильевич Степанович, Деметр Георгий Степанович, Решетень имени Николаевна. Здесь вот недавно, буквально 10 дней назад, умер Калинберг Владимир Борисович. Фактически он, может быть, даже года нету постарше Аркадьи Никитича, 89-х годов в жизни. То есть фигуры, я могу перечислить еще, и знаковый просто для советской науки, для международной науки фигуры. И Аркадьи Никитичу удалось, вот что, как ни парадоксально, но ему удалось организовать, например, научную школу, создать не просто организовать, а создать, выпустить целый ряд ученых под своим руководством. Удалось создать и организовать лабораторию тяжелой атлетики. Он инициатор нового подхода в спортивной тренировке, несмотря на то, что он будет в медицинских науках. Но он с позиции медицины пытался обосновать, и обосновал вполне корректно. Именно новый подход в спортивной тренировке. Если раньше были взгляды в то, что должно быть комплексное развитие, да, безусловно, это для здоровья человека, нужно комплексное развитие. А вот для спорта выше в достижении, вот это вот комплексное развитие, для достижения серьезных результатов, требует местных пересмотров принципа тренировки. Жаль, то, что вот эти наработки, разработки, вот эта школа на сегодняшний день, да, действительно 90 годов для нашей страны были проблемными. Это аукается в различных сферах, но очень тяжело аукается в спорте. Потому что те специалисты, которые действительно были серьезными специалистами, с кировым именем, они или уже оказались на том возрасте, в котором хотелось бы, или, кто помоложе, оказались на забыли. И работают сейчас, извините меня, против нашей страны. Но Аркадий Никитич придерживается принципа, я знаю, что ему предлагали, в общем-то, такие моменты, как быть консультантом в различных сборных командах зарубежных, но он занял позицию одну. Поэтому он гражданин своей страны и не намерен оказывать, ну, работать в объекте своим соотечественным. Учитывая заслуги на научном поприще Аркадий Никитич, да, вот уже Сергей Иванович сказал, было принято решение уже в рамках нашей Академии при помощи и Минспорт, ну, раньше Минспорт Туризма, сейчас уже при поддержке Минспорта. Одно могу сказать, что да, в простой ситуации удалось решать, и здесь надо отдать должное и Сергею Ивановичу, и ректору нашей Академии. удалось решить финансовые вопросы, по крайней мере, в научной части по приглашению, по размещению, по питанию, по изданию материалов конференции. То есть это довольно приключенные деньги. Это 5 на 10 тысяч рублей. 5 на 10 тысяч. Если вопросы есть, я готов ответить. очень большую роль в организации конференции вот Анатолий Николаевич выбрал, конечно, вот это просто по-другому красивому творению вместе с и и и и и и и и и во-первых, 2-го и 3-го числа будут непосредственно в Академии блинарные заседания, секционные, а продолжение будет здесь, в тринфе, в перерывах между соревнованиями и три спланированных круглых стола. Первый круглых стол стоится, это порядка часа будет мероприятие, каждое 4-го числа, это Валентина Валерьевна Тихова, со своими учеными приедет по тематике профилактики роботизма и восстановление вот Валентина Валентина Владимирович и чемпион, что к сожалению, пока после него в 2004-м году завоевого дома больше не было. Надеюсь, что Лондон появится. Камера сгорает. Здесь еще будет по другому столу тоже по интересным темам. Одна из тем будет это во внедрении элементов силовых видов спорта в базовую часть школьной программы принцип питания, обсудим со специалистами, что надо сделать, как это дело расподлинуть, чтобы это дело было, чтобы дети были у нас не с первыми спинками, а с нормальными здоровыми крепкими, с юных лет. Вот, и третья часть, третий правовый стол будет посвящен организации деятельности, работы, комплексов, научных групп. Это уже прямо сейчас надо начинать подготовку к Олимпиаде Курьево-де-Жанейро. То есть, вот методика, что, как, то есть, дать какое-то направление, которое будет добавляться, углубляться, расширяться, но основное направление хотим дать вот здесь в этой сроке. если выработается, извините, если выработаем на этом мероприятии какие-то направления по подготовке уже конкретных предложений, конкретные направления по подготовке наших тяжелоатлетов Курьево-де-Жанейро. В 2016 году это член штаба по подготовке уже создан штаб. в прошлом году я опять член штаба то что я обязуюсь, по всех заявляю, что я обязуюсь наиболее прикладные, наиболее значимые и неконструктивные методики пытаться уже обидеть и забить их в планах. Кстати, вот Сергей Ильич я позволю себе уточнить один момент. На сегодняшний день вообще в спорте и физкультуре образовалась некая такая сказать дилемма или двойственная проблема. То есть все-таки спорт полезен или вреден для здоровья. особенно тяжелая термоатлетика виды спорта связанные с перенапряжением организма человеческого организма, а особенно детей. Вот здесь я позволю себе напомнить что вреден не сам спорт. Спорт не может быть вреден. Это физическая нагрузка. Физическая нагрузка не может быть вреден. Вредно неправильное использование методик, которыми занимаются наши молодые люди и взрослые. И вот действительно хочется очень вот сейчас идет такая тенденция как спортизация физической культуры с культурным образованием в школах, в вузах. Она так называется спортизация физической культуры, где используются элементы спорта. И вот Аркадий Никитич был лучший одним из сторонников. Тогда еще не называлось это спортизация культуры. Он был один из сторонников, ярых очень сторонников, внедренный элементом спорта уже в процесс физического воспитания учащихся различных возрастных групп. И на конференции сказал Сергей Юрьевич, мы попытаемся уточнить, обобщить, по крайней мере если удастся, обобщить опыт передовой опыт не только наших специалистов с убежим специалистов, но и тежелых фактических билетов спорт и спорт и больших людей. Дмитрий может быть вообще вот мы проводим этот турнир у нас в Берецком районе и Тринумфы проводят впервые. Планируем вообще сделать его может быть и традиционным, чтобы в нашем сценарте будет заложено и получится заложить такую аллею будет центром этой бежовой атлетики. И я думаю, что Дмитрий Владимирович, который у нас приехал сюда в Люберце, уже неоднократно к нам приезжал сюда, я думаю, что поможет популяризации данного вида спорта здесь в Берецком районе. И у нас появится, может быть, и в Люберце в новый олимпийский чемпион. И вот, Дмитрий Владимирович, может, скажете тоже по развитию тяжелого атлетики по спорту? Давайте, если говорить вообще в целом про подмосковную тяжелую атлетику, можно сразу уверенностью сказать, что вы на первых и лидирующих местах, потому что у вас четыре человека находятся именно в ЦОПе подмосковской области. Они стали все призерами алимпийских игр, поэтому говорить о том, что что-то у вас не развито, это, наверное, неправильно. Поэтому сейчас с тяжелой атлетикой подмосковью считаются и считаются на самом высоком уровне. Если мы говорим о люберцах, конечно, у вас вообще долгая история, вот это любер, традиция такая именно силовых видов спорта. Эту традицию надо продолжать и продолжать уже на таком уровне именно тяжелой атлетики, развивать олимпийский вид спорта. И вот этот турнир будет таким первым шагом в развитии уже на более серьезном уровне. Хотел бы поблагодарить всех, во-первых, в первую очередь Смолова Сергея за его проявленную инициативу вот такую именно этого турнира, потому что я знаю, сколько было проблем, знаю, что не все желали этот турнир и все как бы откликались на помощь, но в итоге получилось так, что все-таки турнир состоится. И большое спасибо руководству, мэрии, всем людям, кто по имя, отчеству я пока не знаком, прям вот так отлично и извиняюсь, если кого-то не запомнил имен, не фамилий, но всем людям, которые работают в администрации именно любят большое спасибо. И я надеюсь, что в этом примере мы покажем, что тяжелая атлетика как говорилось не так страшно, как все думают, все это тот вид спорта, которым должны заниматься с детского возраста, тот вид спорта, которым должны заниматься вообще все и все занимаются спортсмены этим видом спорта, потому что это именно спорт, который универсально нужен для любых видов. Ну и что хотелось бы сказать, конечно, наверное, в этом году не получится такой массовости, не получится таких, наверное, имен, потому что все сделано в последний момент, вот так можно сказать, все, как я знаю, Сергей Юрьевич просто оперативно подписывал эти бумаги везде, в федерациях, в министерстве, в мэриях и так далее, и так далее, все-таки достигли этого результата, но люди просто не успели быть предупреждены, многие, поэтому, наверное, не будет такого количества народу, приглашенных, и спортсменов, и участников, но, тем не менее, мы покажем вот этот пример, и в следующем году, я думаю, уже, когда не будет уже проблем с этим, именно как начать, уже будут именно организационные моменты, все будет намного проще, и все будет намного лучше, и каждым годом, я думаю, турнир будет расцветать, расцветать, и вырастет до уровня международного, к вам, к нам будут приезжать звезды мирового уровня, поэтому, всем спасибо, и еще раз повторяю, освещайте, показывайте, людям, и вообще, народу надо показывать, что такое тяжелая атлетика, это один из самых зрелищных видов спорта, вспомним просто времена Алексеева, Жаботинского, Гласова, люди ходили толпами, смотрели, стадионами собирались, на таких людей, спасибо. Давайте, если есть какие-то вопросы, о турниру, о мероприятиях, в контурном интернете, сколько спортсменов вы ждете, и если будут имена, то какие? Порядка 200 человек, ожидание, потому что турнир пройдет в таком формате, что будут выступать две возрастные группы, юниоры до 20 лет, это спортсменки и спортсменов 1992 года и моложе, и взрослые, они будут выступать одновременно, в одном потоке, но у юниоров будет отдельный зачет, и они же будут участвовать в зачете среди взрослых. Сколько народу, ну, Москва, область, конечно, они будут широко представлены, здесь по поводу имен запруднительно сказать, почему, потому что только закончилась олимпиада, вся наша элита спортивная, они, естественно, не в том состоянии, чтобы сейчас где-то выступать, ну, на серьезном уровне, у них должен быть определенный отдых. Сразу после нашего мероприятия у нас в первой неделе октября с 12 по 14 октября состоится в Питере Кубок Президента. Вот это вот официальный, пока единственный в России официальный международный турнир, но он проводится в достаточно осеченном формате. Там представлено только три тяжелые весовые категории у мужчин, а только две у женщин. Вот это международный турнир, в прошлом году он проходил в Белгороде, и в этом году он будет в Питере. Туда, конечно, приедут, но рассчитывать на то, что там будут звезды прям первой величины и высочайшие достижения в этом году не приходится. Почему? Потому что вот так совпало, что это год олимпийский, это только после Олимпиады, это объективная, значит, гардность. На будущий год решение определенного уже принято по кубку Аркадия Никитича Воробилова руководство Людорес подписало письмо на имя президента Федерации Тяжелоргийки России Савцова Сергея Александровича, что с продавцом по включению в календарный план Международной Федерации как официального международного турнира. И вот буквально не прошло и двух-трех недель, как такое же письмо подписал новый министр спорта Московской области Горянов. То есть вот эти две необходимые бумаги, которые вот сейчас должны в вопрос решиться. В принципе, возможно, это решение в октябре. Если Международная Федерация принимает решение отключения его в свой календарный план, то на будущий год, через год, здесь пройдет единственный в России первый полноформатный международный турнир потяжелого объекта. И несколько в России, потому что у нас ну вот сколько лет уже вот Дмитрий Владимирович скажет, поточнее, не было такого. Еще вопрос, пожалуйста. У меня вот по научной конференции я узнаю до 20-го числа все докладчики должны предоставить информацию по своим докладам. Вот планируется ли перед соревнованиями выпуск каких-то информационных листов или просто информации, кто в какой день и на какую тему будет выступать. Да, конечно. Это будет подготовлено. Но там и побольше. Потому что я знаю, многие спортсмены-тренеры, узнав о конференции, изъявили желание просто приехать не как участники, а как слушатели. Безусловно, буклеты будут подготовлены. Мы постараемся, чтобы они были красочно, с цветом, цветном формате. По крайней мере, мы для других конференций это готовили. Сготовили. Здесь я не вижу никаких в принципе проблем. Был бы заранее известен хотя бы за два дня человек с тем материалом, с которым он будет. все остальное это, еще раз повторяю, мы сделаем в течение максимума. А вот продолжение к этому. Планируется ли распространение на носителях или в электронном в каком-то другом виде? Да, безусловно. Это планируется. Мы планируем, во-первых, издание сборников в бумажном варианте. И, во-вторых, мы постараемся, чтобы, по крайней мере, материалы, конференции были размещены хотя бы там полгода на сайте академии. Здесь проблем нет. Я не думаю, во-первых, это по объему будет небольшая в сравнении с другими. Так оперативная память. Другое дело, что вот как издать своевременное, в принципе, я придерживаюсь такого порядка, что к началу конференции должен быть издан сборник материалов уже конференции. Это позволяет и всем, кто планирует на эту конференцию, кто планирует подъехать, кто просто планирует прислать материалы, познакомиться уже с заданием с тем материалом, который для него может представлять определенный интерес. Потому что представляются тезисные, тезисные формы материала, две-три страницы. А догмат может быть десять страниц. Здесь более развернутое представление этого материала. и полную версию можно будет видеть потом на сайте. По поводу конференции... Да, я думаю, по крайней мере, тот материал в электронном, в печатном варианте, который будет представлен. Потому что то, что будет снято, то есть видеоматериал, мы также готовы, если вы предоставите нам цифрового сюмения, как естественно, господин, то мы готовы разместить на собственном сайте. По поводу конференции, вот представлю этого молодого человека в красной футболочке и допускником ГАФ 2005 года Захаров Александр работает в Подмосковье в городе Винном клеером по тяжелой атлетике. Год буквально назад создал свой сайт, начался сайт развиваться как просто сайт секции. Но очень быстро перерос и стал в принципе вторым в России наиболее популярным сайтом. Огромный объем информации собрал. Спасибо огромное. Попросим, конечно, Александра, чтобы он снял всю конференцию и только не сразу, а попозже выложил уже в сети интернет, чтобы весь мир мог смотреть, что было сказано, что и как. Это будет всем на поле. Потому что одно дело прочитать или тезисное или в докладе, одно дело вот это уже как соучастие получается, когда это будет информация. Я могу здесь добавить изменить, что серьезно, несколько сомневаемых. Конечно, если бы мы были готовы и знали о том, что данное мероприятие планируется хотя бы год назад, конференция была бы более бы серьезной. то есть очень но просто пришлось прилагать определенные усилия, чтобы данная конференция вошла в план Минспорта. Это не все так просто помешается. Даже самые хорошие какие-то мероприятия, они буквально там за месяц, за два, за три, даже за полгода тяжело вставляются такие-то планы. Ну, это вы сами знаете. Не вне встали. То есть, по крайней мере, я точно знаю, что если мы объявим и сделаем этот турнир, вообще я называю этот турнир, а вот эту комплексную программу, потому что одни соревнования это хорошо, безусловно, наглядно, очень полезно и очень эффективно для всех специалистов тяжелой атлетики, для пропаганды, для выяснения и уточнения всех методов, которые на сегодняшний день существуют в мире, которые наиболее эффективны, поделиться всем специалистам, не обязательно ученым, а просто тренерам, пусть они с какими-то там недочетами, но они изложат свои мысли, по крайней мере, они могут быть поняты, в них может быть какое-то рациональное зерно варианты, как привести это к такому личному виду хорошие идеи. Еще вопрос пожалуйста. Спасибо. 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 Если нет вопросов, тогда можно сейчас у кого-то если будет желание взять интервью и давать на этом конкурс-конференцию первым будем закончить. Я надеюсь, что мы сми мы освести информацию о данном мероприятии, о конференции, о том турнире, которое здесь будет планироваться пройти, о спортивном празднике. Я думаю, что поможет популяризация данного вида спорта в нашем Берецком районе и всей Московской области. Если у нас информация есть интерес определенный, но хотелось бы, чтобы он был к личности Аркадьи Китича Воробьева, к личности биографии наших узнаглых людей в спорте. Вот у нас есть товарищ Сергей Макаров, он официальный историк, тяжелые ответники. Вся информация у него готов с вами поделиться. Можете интервью у Дмитрия Владимировича взять в любое время. Все здесь будут. Это для читателей интересно, Реген, узнать, как они выступали, жили, чему добились, чем сейчас для прессы интересные. Читаем и будет. Вопрос да, планируется ли по поводу Аркадьи Никитича может быть какой-то уголок здесь организовать на соревнованиях, привезти какие-то его личные вещи. я думаю тоже не такая проблема. Просто чтобы юные спортсмены подходили, смотрели, рассматривали по крайней мере знакомились. По крайней мере юбилея, когда 85 лет было, мы делали с тем, как соберутся. Все, тогда спасибо вам большое, что пришли. Мало ли у кого-то